Стопнаркотик Это большая общественная структура, которая объединяет 66 городов нашей страны. Это с 44 регионов. Более 4,5 тысячи волонтеров работают. В принципе, у нас изначально целевая цель или миссия – это законодательная победа над легальностью продажи синтетических наркотиков. Мы занимаемся борьбой непосредственно с синтетическими наркотиками, то есть не в целом с наркоманией или со всеми наркотиками, а только вот именно с той заразой, которая стала популярна в нашей стране последние 7-8 лет. Имеется в виду спайсы, так называемые. Именно спайсы, курительные смеси, соли, миксы, как они только бы ни назывались. Мы изначально поняли суть проблемы в том, что, конечно, легальная продажа была. И связано это было с тем, что в законе есть такой некий документ, который называется «О запрете», который запрещает те или иные вещества к продаже или производству. Вот для того, чтобы те вещества, которые попали в этот перечень, к ним можно применить уже нормы правового права, сажать людей в тюрьму и так далее, наказывать их всячески. А вещества, которые входили в курительные смеси и спайсы, они не входили в этот перечень. И получается, будучи самым, наверное, сильным, самым распространенным, самым дешевым наркотиком, который влияет на организм человека, там их вызывает привыкание с первого употребления, вызывает сильнейшие психозы, галлюцинации, огромное количество суицидов вследствие этого. И плюс еще производится в основном хустарным способом. Этот наркотик, оказывается, продавался наравне с хлебом, водой, молоком и так далее. То есть, по сути, продавался яд, от которого умирали практически наши люди. Да, было огромное количество людей. Сейчас, ну, то есть важно сказать, наверное, для зрителей, и чтобы это было понятно, что основная целевая аудитория потребителей – это молодежь, начиная от 12 до 17 лет. И у нас есть такие случаи, когда мы уже сталкивались с ребятами 13 лет, которые 2-3 года уже употребляли наркотик. И, конечно, объем сегодняшней продажи курительных смесей в полтора раза больше, чем героина. Это просто вопрос о том, насколько это сильный, распространенный и популярный наркотик. И при этом он продавался абсолютно легально. Тогда, в общем-то, стал вопрос, чем заниматься, и мы выделили в движении три направления основных для нас. Это, во-первых, естественно, законодательная деятельность. Мы, поскольку хоть и не имеем права законы придумывать, но имеем право их писать и всячески добиваться, чтобы депутаты, имеющие законодательную инициативу, могли их предлагать вплоть до федерального закона. Что, собственно, мы и сделали за эти три года. Получается, вот три года назад абсолютно спокойно можно было торговать ядом, который убивал наших подростков. Вот за три года вам удалось донести все-таки до наших властимущих, что это яд и что необходимо прописать в законе запрет на вот эти спайсы. Скажите, насколько трудно было все-таки за эти три года пробивать эту стену? Да, я просто скажу, что помимо того, что закона еще, у нас там есть несколько направлений, то есть у нас всего три направления. Закон, земля, это оперативная работа на земле, это противодействие вообще продажи рекламы, и информация, это направление, связанное с профилактикой, то, чем занимается общественное движение. Что касается, даже не только три года назад можно было купить легально, еще там семь-восемь месяцев назад можно было купить легально, потому что закон вступил в силу только 15 февраля этого года, 2015-го. Внес его в Государственную Думу лично президент, и это как раз обуславливается вашим вопросом, как было сложно, потому что, конечно, понятно, что против общественного движения, у которого нет ни финансирования, ни властных покровителей, никаких, просто вот некая гражданская позиция огромного количества ребят, в основном молодого поколения, которые посчитали, что они не могут проходить мимо этого всего и должны высказать свою позицию. Естественно, против нас был наркобизнес с огромными средствами, с огромной машиной юридической, с лобби в различных государственных структурах. А что было? Были угрозы или что? Конечно, были угрозы, были покушения. Дважды покушались на меня. Один раз мне машину расстреляли, будучи со мной вместе в машине. Один раз, вот недавно я буквально в сентябре, пострадал от того, что отловили, скажем так, меня в темном переулке. Но, как видите, все хорошо, жив, здоров, всем привет, что называется, передаю теперь. Но сложность заключалась, конечно, не в угрозах, поймите. То, что, конечно, ликвидировать лидера движения, это ничего не стоит, потому что, когда за тобой огромное количество людей, они продолжат это делать. В основном сложность была в том, чтобы объяснить. Сначала, конечно, никто не знал о том, что такое спайсы, как они влияют. Все от нас отмахивались, средства массовой информации тоже нас особо сильно не публичили. Это можно легко, в общем-то, посмотреть, что там последний год, наверное, только о спайсах говорят уже подробно. Да, и правоохранительные органы тоже не могли как-то отреагировать на ваше обращение. Потому что спайсы не считались наркотиками. Да. И в этом, кстати, очень, знаете, такая интересная история была, когда я только начал этим заниматься, когда мне один из жителей там пожаловался на то, что наркотики продают в соседнем, буквально, со мной районе. И я пришел это все узнавать, понял, что действительно продаются, пожаловался в полицию. И мне полиция ответила, что наркотических веществ там нет, ничего сделать не можем. Естественно, что первое, что я подумал, это коррупционная составляющая, что полиция, в общем, не делается в работу, крышует и так далее. А это, на самом деле, казалось не так абсолютно. Это потом я уже понял, да, когда из ФСКН такая же история была, они мне тоже отказали. Оказалось, что просто у них нет нормативного документа, по которому они могут это сделать. И, казалось бы, мы могли бы требовать с них, ну что же, вы же знаете, наркотики там, что-нибудь сделайте. Но если мы хотим жить в правовом государстве, чтобы полиция делала так, как им положено, и не превышала свои полномочия, то, наверное, и в этом плане мы должны тоже смириться, что она это ничего не делала. Хотя бы, конечно, мнения могут быть разные. Да, вот на этот счет немножко я не соглашусь, потому что, на мой взгляд, мне кажется, что сотрудники правоохранительных органов должны быть наиболее граждански активными, скажем так. У них должно быть гражданское самосознание, они должны понимать. Мы же видим вот эти все фильмы про наших доблестных полицейских, милиционеров, которые, так сказать, за правду рубятся, и не всегда, скажем так, да, с законом. В Америке тоже такие фильмы показывают, смотрите, все полиции эскидировали. На самом деле, им проще просто ничего не делать, и у меня есть тоже опыт борьбы с наркотиками. Мы обращались в наркоконтроль, и, в общем-то, результата никакого не было. У нас буквально под окнами, под нашими, был наркопритон. Мы обратились в наркоконтроль. Мы сами звонили им тогда, когда там собиралась эта группа. Они варили там свое какое-то зелье и так далее. Приехала эта группа, они сказали, что мы не можем проникнуть к ним в квартиру, мы им стучим, они не выходят. Они вышли, сказали, мы тут потолки красим. Это абсолютно правда. Дело в том, что здесь как раз, почему появился стоп-наркотик? Потому что не было реакции никакой с правоохранительных органов, потому что они не могли делать. Поэтому только гражданское сознание, иногда гражданским активистам нам гораздо проще убрать тот или иной наркопритон или точку с продажи наркотиков, чем это сделать полицейским. Для того, чтобы убрать наркопритон, сегодня нужно сделать что? Нужно, чтобы оттуда вышел человек. Потому что зайти туда они не могут. Это частная собственность. Этот человек должен дать показания, что он там купил. Его должны осудить, а потом его еще раз должны поймать, и он должен еще раз сказать, что он там купил. И только тогда этот наркопритон можно будет действительно входить, получать судебное разрешение и так далее. Это вопрос нашего формализма. Так документы прописаны, такие заказательные новые, к сожалению. На самом деле наш притон наркоманов закончился печально, потому что те люди, которые в нем находились, собирались в конечном итоге, пробили голову кому-то из прохожих и их просто посадили уже за преступление совершенное. В то время как этого можно было избежать. Вот человек, который пострадал, который до сих пор является инвалидом, он мог бы остаться здоровым, да. То есть профилактика какая-то должна быть все равно. И не знаю, насколько я могу судить наркоконтроль. Вот сегодня, например, приходит в школу. Вот мне, Сергей, хочется узнать ваше мнение. Я как мама, например, прихожу в школу на собрание, которое директор собирает, и к нам приходит сотрудник наркоконтроля. Показывает нам ролик, который он хочет показать нашим детям. Спрашивает нашего разрешения. Я просто вижу в этом ролике, это было несколько лет назад, не знаю, как сейчас, какая ситуация, в этом ролике вижу несколько раз мелькает рецепт приготовления вот этого ужасного зелья. Заметили не все это родители, заметила я и заметила директор школы. Мы сказали нет. Ну, самое главное, люди заметили. Мы сказали нет. Мы не хотим такой ролик показывать нашим детям. Мы вам запрещаем это делать. На что сотрудник наркоконтроля так обиделся. Я вот, честно говоря, не понимаю. Ну, я объясню, почему он обиделся. Нужно же все-таки какую-то здравость иметь во всем этом поведении. Знаете, здесь, так могу сказать, сколько людей, столько мнений. И от этого возникают, к сожалению, проблемы. Вы абсолютно правы. У нас вот, ну, в корне, у нас нету вообще единых стандартов профилактики. Вот единые методики, что можно, что нельзя, что говорить. Между профилактикой и пропагандой очень тонкая грань вообще. Я как, ну, то есть мы проводим очень много профилактических мероприятий. Я являюсь автором одной из методик, по которой мы работаем. И у нас, естественно, там согласованы и с ВСКН, и с Министерством образования. Но, тем не менее, вот прежде чем выпустить волонтера, мы должны его обучить. Объяснить, какие слова буквально. Вот одно и то же значение, да, то есть, ну, разными словами уже можно сказать, а так нельзя сказать. И здесь мы сталкиваемся с какой сложностью? Ну, мало того, что нет единой такой вот системы. Этих волонтеров нужно обучать. Наркоконтроль, который приходит в школу, он вообще неэффективен. Дети его не слушают. Для них дядьки и тетки в форме, это, ну, изначально уже, как бы, они от этого отказываются. Тем более, что профилактику нужно проводить уже, там, 13-14 лет. Это пуберта, да, то есть, ну, возраст такой очень сложный для подростка. Конечно, он от взрослого сепарируется, ребенок. И ему любой взрослый человек, рассказывающий, как правильно жить... У него вообще может отрицание включиться. Неинтересно. Абсолютно точно. Там должна быть, ну, какая-то более-менее, там, схожая возрастная группа, там, 19, может быть, лет, да, там, 20 лет. Ребята, которые могут, ну, будут воспринимаемы, как минимум. От них хотя бы информацию можно слушать. Тоже сложно, но это делается, да. То есть, мне кажется, что всю профилактику должны делать в нашей стране волонтеры. Волонтеры должны быть сертифицированы каким-то неким государственным органом. Они должны проходить, там, массовое обучение и так далее. Это что касается этого. Что касается, вот, ролика. Роликов качественных социальных сегодня практически нет. Вот мы сняли социальный ролик, потратили на него свои деньги. Его по телевизору нигде не показывают. Потому что коммерческая реклама выгоднее, чем социальная. Притом он, там, два с половиной, там, или уже даже почти три миллиона набрал в интернете. То есть, ну, ролик хороший, популярный, ну, интересный, качественный снят. Что касается, вот, родителей, то здесь тоже мы сталкиваемся. Вот какие-то родители говорят, нужно жестко, нужно показывать жесткие картинки, чтобы у ребенка прям психологически было вот такое вот отрицание какое-то. Любой вот человек, который ему предлагает наркотики, он сразу вспоминал бы, как плохо. Другие родители говорят, нет, это психика ребенка, он, там, молодой, его нельзя, там, пугать, ему нужно объяснять, ему давать альтернативу. Тут не договориться. То есть, либо должна быть единая государственная программа, чтобы сказать, вот так, и все. И тогда все принимают одинаковые правила. Вот раньше так и было, насколько я знаю, в советское время. Было даже такой, негласно психологи говорили такую фразу, что если хочешь, чтобы проблемы не было, замолчи о ней. То есть, здесь имеется в виду следующее, что... Но от этого мы получаем сегодня большое количество наркоманов. Может быть, это и неправильно, но все-таки какая-то золотая середина должна быть. Например, в школах несколько лет назад проводили тестирование. Я, как очень внимательный человек, решила посмотреть, чем же тестируют наших детей. Никто не удосужился этого сделать. Как всегда, мы же доверяем нашим учителям, директорам и всем, кто только не приходит в наши школы. Однако, не стоит этого так огольно делать. Вопросы были следующие. Какие виды наркотиков вы знаете? Что делали дети? Я просто разговаривала с ними. Они говорили, что мы, например, не знали никаких видов. Нам пришлось залезть в интернет и узнать. Понимаете? То есть, это идет буквально провоцирование ребенка на познание того, о чем ему, собственно, и неинтересно было знать. Сегодня это тоже отдельная история. Но это вопрос, опять же, методики. Нет вот этих единых стандартов. Здесь очень четко нужно разграничить, что можно, что нельзя, и какими словами это сделать. И, опять же, предусмотреть какие-то реакции. Потому что дети, конечно, разновзрастные, да, там, опять же, разнополовые группы по-разному реагируют на те или иные вопросы. У кого-то вызывает этот процесс любознательности, для кого-то это вопрос социально желаемых ответов. Ты ему любой можешь вопрос задать, он тебе ответит его. Опять же, тестированием, если делать, то тогда ты должен написать ему уже виды, что тоже пропаганда чистой воды. И вообще, закон о пропаганде сегодня в нашей стране – это самое дырявое место. Сегодня у нас запрещено в пропаганде показывать, как употребляешь или как производишь. Соответственно, рассказывать, где места продажи, покупки и так далее. Вот у нас выходит фильм «Волк с Волл-стрит». Чистая пропаганда чистой воды. Просто человек конкретно берет инструмент, берет наркотик и употребляет, и показывает, куда и как. То есть, это нарушение закона о пропаганде. Даже этот глупый, вот с такими дырками закон, и то умудрились нарушить. И на наш запрос в Министерство Мединского, в Министерство культуры, нам ответили, что у фильма стоит знак 18+. То есть, по мнению министра культуры, с 19 лет уже можно пропагандировать наркотики. Ну, то есть, нарушать федеральный закон. И при этом фильм был снят, например, в Новосибирске, но быстро судом высшей инстанции был снят этот запрет. Хотя фильм нарушает закон. Ну, понятно, Скорцезе, Ди Каприо, миллионные, многомиллионные, то есть, бюджеты для снятия, многомиллионные доходы кинотеатрам. Мне кажется, что в таком случае органы наши должны были отреагировать. Ну, то есть, общество отреагировали письмом, но никто больше из органов ничего не сделал, к сожалению. Ну, опять же, да, то есть, это вопрос, здесь как раз вот мы касаемся того, какие у нас есть проблемы. Проблемы профилактики, закона вот этого, вот о пропаганде. А что касается роликов и вот профилактики, как правильно сделать? Поймите, здесь же все очень простое, это простой же бизнес. Есть понятие вот мотивация, а есть пропаганда. Мотивация — это побуждение к текущему действию. Прямо сейчас встань и иди. А пропаганда — это когда слой за слоем формируется некое вот мнение, которое тебе сейчас не нужно, но когда тебе оно, соответственно, потребуется, ты начинаешь делать, принимать решения, основываясь на своем мнении, которое уже забито определенными ярлыками. И ты делаешь выбор свой, исходя из этих пониманий. Вот мы сегодня получаем с вами пропаганду в музыке, в кино, в социальных сетях, не задумываясь, наши СМИ, кстати, пропагандируют, вот сколько у нас снимали ролики про стоп-наркотик. Каждый раз говорю, ребят, если вы снимаете какой-то рейд, и там есть номер телефона с продажи Спайса, ну, заретушируйте его. Конечно. Ну, конечно, но не так. Даже федеральные каналы умудряются по федеральному каналу в прайм-тайм показать телефон. Понимаете, Сергей, вот существует мнение психологов наших, современных уже, да, что на самом деле, то, о чем я вам рассказывала, вот этот ролик, в котором несколько раз был показан рецепт, еще какие-то такие моменты, на самом деле, за всеми этими действиями, якобы антинаркотической пропагандой, как раз стоят те самые наркобароны. Абсолютно верно. Ну, не за всеми действиями, но, безусловно, в рамках... И таким хитрым способом идет пропаганда именно наркотиков. Точно. Под видом борьбы с наркотиками ведется пропаганда прибыли наркотиков. Это точно. Не везде, но это так. Это так же, как алкогольные и табачные компании создают свои же фонды по борьбе с алкоголизмом и табакокурением. И рассказывают, что вот те, кто производит алкоголь, например, высокоградусный, говорят, вот это вот все плохо, а лучше употреблять там хороший алкоголь, там дорогой, тогда ты его будешь употреблять мало. Ну, это все равно. На кого рассчитано-то? Те, кто употребляет алкоголь дорогой, они так его употребляют. Те, кто бедные, они его не могут употреблять. На кого рассчитано? Естественно, на детей, те, кто с самого начала будут идти вообще к употреблению алкоголя. Но, закончив просто профилактику, мне кажется, что сегодня нужно сконцентрироваться на контрпропаганде. Нам нужна конкретная государственная политика, которая будет заниматься формированием вот этих вот пропаганды, вот этих правильных смыслов, семейных ценностей, патриотизма, любви к родине, к старшим, к родителям, уважения, спорт. Не просто надо говорить, давайте заниматься спортом. Спортсмены тоже употребляют наркотики. Это, ну, факт. И поэтому сам по себе спорт не является альтернативой употреблению наркотиков. Но формирование правильных посылов, вот посмотрите, как сегодня у нас стали все бегать. Куда ни смотришь, там, в какой социальный сентябрь не возьми, все. Депутаты, там, не знаю, любые люди бегают, там, выкладывают, там, фотки из каких-нибудь, там, программы, сколько он пробежал, фитнес-клубы, как стали популярны и так далее. В каждом дворе, там, какие-то, сейчас, там, воркаут набирают, обороты и так далее. Это же все не просто так, это же люди не пришли туда. Это как раз вот это вот течение, мода. Вот эти модные тенденции нужно поддерживать, нужно развивать, нужно формировать это в том числе и через программы, через какие-то, ну, не знаю, там, средства массовой информации, мероприятия. Вот контр-пропаганда должна быть в этом. А вот эту пропаганду нужно четко отслеживать и наказывать, которая плохая. Сергей, вот по поводу того, что вы сейчас говорите, да, это действительно замечательно, когда предлагается какой-то позитив. По минимуму сводя все, так сказать, вот к этим роликам с негативом, да, все-таки показывая их, видим, вот в том виде, в котором, в самом ужасном виде, в котором только может быть. Но, тем не менее, предлагая спорт, танцы, ну, все, что есть. Но, есть такой момент, я общалась с людьми, которые занимаются реабилитацией наркоманов, это ребята, которые сами прошли этот путь, в общем-то, чудом остались в живых. И сегодня они занимаются такими же, как они когда-то были. Реабилитации существуют такие центры, и вот практически все они пришли к наркотикам не от безделья. Один занимался спортом, был даже кандидатом в мастера спорта, другой занимался спортивными танцами, был призером и победителем на различных конкурсах. И они говорят ровно одно и то же. Они говорят, что им, они делали это не потому, что им куда-то пошли, и как-то нечем было заняться. Они были заняты и с утра до ночи. Первое, что они сказали, это плохая компания. Самое первое. И второе, это отсутствие все-таки какого-то идеологического стержня внутри человека. Полностью, собственно. И все они говорят о том, что спасло их только вот практически вера в Бога. Когда они пришли действительно вот к тому, что нужно им уже что-то делать с собой, да, это была православная церковь. Все остальное, все, чем они сейчас занимаются в рамках реабилитации, это только вспомогательные материалы. На самом деле, говорит, основное это, конечно, вот православная церковь, которая нас действительно вытащила из этой ямы. И именно этот стержень дает нам возможность продолжать жить без наркотиков. Потому что наркоман на самом деле, это же навсегда, это неизлечимо. Это человек, который всю жизнь себя ограничивает. Он всю жизнь находится в напряжении. У него соблазн каждый день, он его преодолевает. И, конечно же, без веры этого практически невозможно сделать. Ну, да, тут, видите, для кого-то это вера, просто, ну, для кого-то вера в Бога, для кого-то вера, там, не знаю, какие-то еще там вещи. Безусловно, ему нужно верить, человеку нужно верить, ему нужно создавать перед собой определенные цели, нужен определенный контроль, да, там, или локус контроль, как в психологии говорят. Это, я абсолютно с этим согласен, и согласен с этими двумя тезисами. Внутренний стержень и компания сегодня уже никто, и это важно понимать, кстати, важно понимать для родителей, которые хотят оберечь своих детей, что только социум, ну, то есть у нас как взаимообмен. Мы формируем вокруг себя социум, социум формирует нас. Каких людей мы вокруг себя выбираем, такими мы потом в перспективе становимся. Выбираем сильных, харизматичных, активных, становимся такими же, стремимся за ними, развиваемся. Выбираем вокруг себя лентяев, не знаю, наркоманов, алкоголиков, такие мы. И тут, в общем-то, не надо ничего никому даже жаловаться, объяснять. Это очень сложный путь в создании своего социума. Безусловно, вот я вам приведу примеры. Я проводил уже лекции, ну, не знаю, там, тысячи раз, наверное, да, то есть огромное количество людей прошло через мои лекции. На каждой лекции практически я спрашиваю, у кого из вас, ну, сначала я спрашиваю, кто употребляет наркотики. Естественно, там, в шутку кто-то там пару раз поднимет, кто-то просто честно поднимет. Ну, таких людей, конечно, не очень много, честно это признается. А спрашиваю, вот, у кого есть знакомые, которые употребляют наркотики. Вне зависимости от того, восьмой или класс это школы, форум самой активной молодежи, там, Селигер, где у меня полторы тысячи человек там было на лекции, не знаю, там, вузы, неважно, где бы это ни было, 90% людей поднимает эту руку. Говорят, что у них есть такие знакомые. Сегодня вовлечение в наркоманию не происходит сторонними людьми. Никто тебе в клубе не приходит, не говорит, давай попробуем наркотики. Никто тебе не говорит, там, на улице не хватает тебя за шкирку и не тащит тебя куда-то. Насильно тебя никто не заставляет. Ну, есть, конечно, случаи, там, у нас есть вот жалобы, там, в армии, например, там, кого-то там насильно заставляли употреблять наркотики. Ну, такие случаи. А если брать массово, то это, конечно, ближнее окружение. Все происходит очень просто. Есть круг общения, празднуют люди, там, Новый год, День рождения, что угодно. В этой компании есть человек, который употребляет наркотики. Он открыто об этом говорит, не стесняется ничего. Это как раз вопрос пропаганды. Раньше, если бы он сказал, его бы морально уничтожили. Он бы просто был бы насмешившим. То есть вы говорите о том, что нет общественного порицания? Нет порицания, абсолютно. Вот что делают люди в этот момент? Ничего не делают. Употребляет не я и, слава богу. Хорошо. Ну, то есть плохо, конечно, но, допустим, продолжаем дальше. Что дальше происходит? Человек открыто употребляет, потом он зовет с собой и показывает своим примером, что с ним там ничего, может быть, не произошло на первом времени. Хотя любой из тех вот ваших знакомых, кто лечится в реабилитационном центре, скажет, что все они лечатся от последствий героина, тяжелых, очень тяжелых наркотиков, но каждый первый из них начинал с легких, так называемых легких наркотиков. Поэтому вот оно происходит в лечении. Попробуешь? Ты говоришь, нет. Еще раз предлагает, второй, третий. Однажды у человека может вот этот центр отказа не сработать. По любой причине. У нас есть два таких вот канала принятия решения. Это эмоциональный и рациональный. Рациональный иногда говорит, нужно все попробовать. А что? А вот с ним ничего не происходит. А вот много людей. А я читал. Читал, это все пропаганда. И человек пробует. И чем хуже ему с первого употребления стало, тем лучше, в общем-то, для этого человек, на самом деле. Потому что возможно, что он рационально сможет, хотя и даже такую ситуацию, в следующий раз, когда будут предлагать, все равно смогут обыграть наркоманы в свою сторону. Что-то там не то попробовал, не так, не здесь, это там было плохо, это было там еще что-то, попробуют другое. То есть они тоже приходят ко второму, третьему, а дальше последствия. Сергей, но здесь вот опять же... И эмоциональное, сейчас, секундочку. И эмоциональное употребление, когда людям плохо, они находятся в состоянии там стресса, там еще чего-то, и они пробуют это. И иногда человек, когда получает этот вот мнимый такое, скажем так, расслабление, которое, естественно, связано с тем, что все органы чувств, все ресурсы внутреннего человека формируются в одной точке, он получает некое расслабление. И в следующий раз, когда ему плохо, он говорит, я знаю проверенный способ. И он, потом он еще раз опять употребляет. А потом в один прекрасный момент человек задумывается о том, что, а зачем мне иногда вообще плохо, если я могу быть всегда хорошо. И вот он попадает в эту самую зависимость, эмоциональную зависимость от вещества. Вообще, вот Яков Маршак, один из, знаете, создателей там клиники Маршака, он, в его трудах написано очень правильную вещь. Я там не все читал, но вот одну могу сказать, что есть вот такое понятие, как зависимость, да? Мы часто ее употребляем к наркоманам, что они там зависимы. Зависимость может быть от чего угодно, вообще от всего. Зависимость – это гипертрофированное чувство удовольствия. То есть, когда чувство удовольствия ставится над любыми другими желаниями. Это может быть, вот, не знаю, там, виртуальный мир, там, игры. Человек попадает в зависимость, потому что его здесь удовольствие, он здесь хорош, он здесь вот молодец, у него все получается, а в жизни нет. Шопинг, что угодно это может быть. Любое, да, там, алкоголь, сигареты, те же наркотики. Это любая зависимость, когда центр удовольствия настолько овладевает человеком, что он не может от него отказаться. Это вот важно понимать, когда к этому приходим. Сергей, вот опять же мы возвращаемся все-таки вот из ваших слов. Я сделала вывод, еще раз подтверждающий вывод, который я для себя сделала, что на самом деле для тех людей, у которых нет правильного понимания вообще, как нужно жить, я имею в виду, например, православных христиан, ну, будем говорить так, да, но я человек верующий, когда мы знаем, для чего мы родились на этот свет, мы должны прожить эту жизнь достойно, не в удовольствиях, не в этом смысл нашей жизни, а чтобы принести пользу Отечеству и угодить Господу Богу стать наследниками Царства Небесного, да, вот в этом ключе мы вообще находимся совершенно в другой позиции, нежели другой человек, который ставит своей целью взять от жизни все, вот такой лозунг последнего времени, да, ему говорят, ты не бери вот это, потому что от этого у тебя будут неприятности, вот это не бери, но это все очень шатко, а когда у человека есть вот такая ровная, ровный стержень такой, вот здесь очень сложно его сбить с пути, вот как вы считаете? Я абсолютно согласен, и здесь просто, скажем так, развивая вашу мысль, мы все равно вернемся к тому, что этот стержень формируется когда, кем, два, три, четыре года родителями, исключительно вниманием, заботой, доверием к ребенку, вот я часто вижу, как там воспитывают, скажем так, родители своих детей, у каждого, конечно, свой метод, никого не хочу там обидеть, но вот тотальный контроль, вот в определенном возрасте, там вот покажи, выверни, докажи, что ты там нет. Если у родителя с ребенком доверительные отношения с самого-самого детства, то когда к ребенку кто-нибудь придет и скажет ему, там, давай попробуем, в любом возрасте, каком бы то ни было, он придет к родителям и скажет, мне сказали попробовать. И тогда родитель может уже реагировать и может спокойно объяснить, что, как, почему, выбрать те методы, которые он считает нужным, а не ждать, когда ребенку уже будет там, не знаю, 13-14 лет, когда к нему придет сотрудник ФСКН и неправильными словами это расскажет. Я просто приведу один такой, знаете, вот вы говорили там про историю, она не очень, ну она печальная, но при этом смешная, сейчас вам объясню. Однажды со мной после одного израильских собраний общалась одна женщина, она говорила, ну, скажем так, полная семья, мужчина работает, она с ребенком все время дома, и вот на комиссию по делам несовершеннолетних попал ее ребенок, как потребитель наркотиков. Она, конечно, в шоке, и она у меня спрашивает, Сергей, как же так получилось, что мой сын стал там потреблять наркотики? Ну, не говорит, что наркоманом, но стал потреблять наркотики. Я у нее спрашиваю, вы заметили что-нибудь необычное? Она говорит, ну, а что может быть необычное? Я говорю, ну, не знаю, там, много кушает, пришел там, поздно стал возвращаться, ну, да, вырос, много кушает, ну, конечно, подрастающий организм много кушает. Я говорю, хорошо, стал агрессивным. Она такая, ну, да, ну, это же вот переходный возраст, стал агрессивным. Я говорю, хорошо, сменил компанию. Он говорит, ну, да, он у меня умный, ему интереснее там со старшими. Я говорю, хорошо, ну, то есть у нее ничего не вызывает никакого вопроса. Я говорю, хорошо, дома фольга пропадает? Она говорит, пропадает, ну, сейчас же все кальяны курят, вот, нормально, ну, наверное, они там кальян какой-то курят. То есть у нее это тоже все нормально. Я говорю, хорошо, есть ли какие-то, вот, не знаю, там, носит человек с собой какие-то булавку, например, в кошельке? Она говорит, да, носит. Я говорю, а зачем? Он говорит, а с глаза. Понимаете? Дальше продолжаю. Вот дальше уже даже продолжать не надо. Если носит булавку от глаза, уже проблема. Абсолютно верно. В конце я говорю, вы заметили хоть что-нибудь странное в действиях вашего ребенка? Он говорит, да, раньше он любил Кока-Колу, а теперь он пьет только минералку. Я говорю, а что странного в этом? Он говорит, он бутылки складывает пополам, и вот они все, у него почему-то все сломаны пополам. Я говорю, а как вы думаете, почему они сломаны? Чтобы в урну удобнее складывать было? Вот вам и история. Вот и ответ. Какие мы вот внимательные иногда бываем. К своим детям. Сергей, спасибо вам за сегодняшнюю программу. Я надеюсь, что мы еще продолжим этот разговор, потому что тема серьезная. Это касается нашего будущего, вообще будущего России, потому что наша молодежь, это наше все. И, наверное, стоит сегодня встать на защиту наших детей и от спайсов, и от наркотиков, и вообще от всего, что может их погубить. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был председатель Координационного совета Всероссийского общественного движения СтопНаркотик Сергей Полозов. Всего вам доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok